Субтитры сделал DimaTorzok Это Буги на Брюмастере, Лишрак РМН, ДНЗ на Слардаре, Фантом Ассасин Оливер, ну и Тинкером будет играть Найн Да, ну и куда же без заставочки из Тейкена Конечно же, друзья, прямо сейчас мы с вами все-таки на карту уже потихонечку перемещаемся Ну и будем смотреть за этим прекрасным, интереснейшим Best of 3 противостоянием Ну не то, чтобы оно было прям вот самым-самым интересным сегодняшнего дня В принципе, на первом канале, на втором канале, третьем и четвертом для вас тоже сейчас будут транслироваться некоторые игры Но все же, друзья, это противостояние тоже стоит вашего внимания Безусловно, как-никак Пента и Кенгуин это не самые слабые коллективы в своем регионе Ну и будут они бороться наверняка за, ну, соответственно, за слот в финале уже Сейчас полуфинал, команда, которая победит здесь, попадет в финал Ну а команда, которая проиграет, к сожалению, все-таки будет вынуждена отказаться от участия в этом турнире Отказаться от участия на мейн-ивенте Параллельно с этим матчем идет Best of 3 противостояния команды OG Против очередного коллектива из Европы Ну и что-то мне подсказывает, что действительно против OG придется играть сейчас Кликтиву Кенгуин или же Кликтиву Пента Спортс Пока что абсолютно никаких ставок здесь сделать нельзя Но мне очень сильно нравятся пикпенты Очень сильно нравятся пикпенты на эту карту, в принципе, отчасти, возможно, это немного предвзято Потому что напикали они именно тех героев, за которыми я люблю смотреть Тех героев, в принципе, которыми я сам некоторое время назад поигрывал Ну и посмотрим, посмотрим, что же из этого выйдет На Тинкера будет посмотреть в новом патче очень даже интересно Да, друзья, ну и если вы будете вдруг писать в чат что-то по звуку и так далее Если вдруг будут какие-то проблемы, о которых вы захотите мне сообщить То я, к сожалению, прочитаю это только лишь через 2 минуты после того, как вы это напишите Может быть даже позже Потому что на стриме стоит 2-х минутная задержка Так что, друзья, не отчаивайтесь Не отчаивайтесь и не надо ругаться, что я там, например, не читаю чат Или очень долго исправляю какие-то свои ошибки технические Просто-напросто давайте друг друга понимать Ну и что ж, расходятся пока что игроки по своим мнениям Есть уже хороший обзервер от коллектива Кингуин На нижней линии может быть сейчас столкновение Как раз-таки пенты играют очень осторожно Правда, вот сейчас они могут попытаться уже все свои станы проюзать Двумя станами попадают Огромаг, большие проблемы Поднялись здесь все-таки Фантомоассасин, Фантомка Остался все-таки Даггер Последние пару тысяч по Огруну Огр, да какой толстый Я-я-я-я-я-я А вот теперь-то уже и у Оливера могут быть проблемы Ну, Оливер прячется за деревьями И, в принципе, у него все хорошо Да, соответственно, краш и сплитсерс и дэмэджа очень немало Получается К тому же самому Огру Огр это герой, которого пробить в начале игры достаточно сложно Целых 9 единиц брони у него имеется Поэтому с тычек там летит прям совсем-совсем уж мало Ну и вкачал он себе еще и Бладласт Для того, чтобы, если вдруг что, ускорить своего тиммейта Или же самому побыстрее уходить В итоге проюзал его на себя И смог все-таки в этом эпизоде выжить РМН, большие проблемы Последние тычки все-таки не хватают Очень вовремя и просто на микромоменте, скажем так, отыграл Сделал тэп-аут Оливер Пока что нет Блинк Даггера Это могут быть проблемы Экзотик Гира все-таки получается забрать Это Ферст Блад для команды Пента Спортс Ну и... Ай-яй-яй, как хорошо отыграл Стардар Возможно, сейчас еще и Рубик-то смогут забрать Оливера Все-таки подняли Последняя тычка от Лизажа Все-таки это была ошибка Не надо было здесь поворачиваться Надо было просто-напросто уйти ДНЗ будет пытаться драться до последнего Кейсера Убить не получается В итоге размен 2 в 1 в пользу команды Кингуин Ну а Пента Спортс забрали первую кровь для себя Так что здесь по золоту даже еще не совсем понятно Кто же все-таки выиграл Да, Пента очень сильно любит забирать первую кровь На самом деле Что вчера они, по-моему, целых два раза забрали первую кровь Против коллектива Хэлл Рейзерс Что вот сегодня они как раз-таки пикают вот эти вот станы И уже примерно по пику понятно От кого же здесь будет все-таки первое убийство сделано Соответственно очень все это красиво и интересно смотрится Пента просто молодцы в этом плане Ну и в принципе, конечно, первая кровь ничего не решает по ходу игры По большей части То есть если команда сделала первую кровь Это далеко не значит, что все-таки она выиграет Но Тоже приятно И некоторые преимущества в начале игры Она как-никак дает Да, друзья, попрошу сейчас вас все-таки отписать в чат Все ли нормально со звуком Все ли хорошо Может быть что-то надо сделать погромче Там Вилата, например Или что-то еще Соответственно Я к вам прислушаюсь, если вы вдруг скажете И постараюсь Постараюсь, если это в моих силах Да, ну и тем временем Оливер По Оливеру настреляли Немного Но Оливеру в принципе не больно Оливер пока что не вкачал Мисс Исси Фантом Ассасин здесь стоит абсолютно спокойно Ну и я так понимаю Здесь особо-таки ничего интересного сейчас не произойдет Хотя подняли РМН РМН просто попытаются сейчас размять Убить его здесь двум саппортом команды Кингу не получится Ну и пока что на первой карте данного Best of 3 противостояния Еще не умирает Не умирает Тинкер Тинкер или умрет Все-таки нет Тинкер не умирает А здесь, кстати, очень интересная расстановочка Это ниша на Винтер Виверне Это Керри Винтер Виверна Которая сделала себе уже Аквилу Сделала себе Нуль Твисман И смотрится это очень даже интересно Все-таки Винтер Виверна против Тинкера Это не самый слабый персонаж С другой стороны Тинкер все-таки с помощью своего лазера Очень так... От большого количества дэмэджа может увернуться Ну и вот сейчас заставила его все-таки Виверна проюзать фласку Ниша отлично отыграла Тем временем проблемы На нижней линии Рубик Рубик Кортик долетает Оливер сможет ли здесь все-таки попытаться добить этого героя? Нет, не получается Динзи ошибка не попала Ни по кому крашем Еще и Автоматом Ассасин тоже сейчас рискует умереть Будет пытаться выпрыгивать на крипов Ну и в принципе прямо сейчас может это сделать Так что... Здесь корпор персонажа команды Пентаспортс По сути ничего особо-таки не угрожает Ну и 3-1 пока что счет в пользу коллектива Кингвин По золоту преимущества безусловно никакого нету Ну и пятая минута игры Еще раз напоминаю Первое как-то данное Бест оф 3 противостояние И... Пока что прям очень интересно все это смотрится Вот Винтер Виверна Продолжает разминать Тинкера Тинкер просто-напросто вынужден подходить уже поближе И давать свой лазер Потому что рэнжи там просто мало не балую И под Аркикберном Ну и посмотрим С другой стороны Винтер Виверна По идее не самый сильный И корпор персонаж уже в поздней стадии игры Хотя может взять с себя Плюс 90 золота в минуту И очень даже неплохо разогнаться Есть также долам плюс 50 крона Который наверняка будет все-таки предпочтителен Для Медовой Виверны Так что посмотрим опять же что из этого выйдет Наверняка может выйти что-то очень-очень интересное Ну и экзотик дир Оливер добил на данный момент 18 крипов 8 у него днайных Оливер здесь пока что так спокойно крипов добивать не может Ну трипла на триплу стояла И все-таки Ну даже нет Нет Оливер извиняюсь добил ровно столько же крипов Так что здесь собственно-таки никаких претензий к нему быть не может Динзи Под Игнатиком Игнат его прям пробивает И прям замедляет Но в принципе убить здесь опять же никого наверняка не выйдет На медл линии Внизу запомнилась руна волшебства И с ней можно будет попытаться сейчас Кстати говоря что-нибудь интересное реализовать Например тот же самый Рубик Причем под Бладластом Мог бы сейчас что-то интересное придумать Например выход на медл линию Но решают выходить на нижнюю линию Обратно здесь все-таки два очень поднахитованных Саппорта команды Пентаспортс И Кейсер просто-напросто сейчас показал Что есть у него руна Ну и Ничего сделать не смог Никого убить Соответственно никого поднять Вот сейчас правда Фантом Ассасин Все-таки смогли поднять Вгрызается Оливер в Экзотик Дира Экзотик Дир делает паут Буги уже рядом Есть Крашик И все-таки получается здесь забирать Корр персонажа команды Кингвин А тем временем Кейсер Кейсер находят Кейсер все еще под Руны Велпшипства Отлично откидывается Телекинезисом Но с другой стороны Все равно здесь его Мало что уже может спасти Разве что лишь Стики Но Стики его тоже не спасают Ни в коем случае Ну и что ж Дроу Рейнджер Решил все-таки Экзотик Дир Сейчас стянуться Я так понимаю На верхней линии Телепорт у него в фулдауне Поэтому пофармит Где-нибудь там Раскинули Смоук Опять же для того Чтобы Экзотик Дир Быстрее достиг Линии на которой Он сможет пофармить Ну и вообще Дроу Рейнджер Решила все-таки Подобивать Крипов В лесу Ну интересное решение Ниша Подняли ветра С помощью конечно же Панды Ну и Винтер Виверна Отправляются в таверну Просто разорвали ее Тинкер может носить Бертл Рон Ну и здесь конечно же Никаким образом Вот такой вот ганг Предугадать было Невозможно Для Винтер Виверны Ну и Буги Совершает очередной ассист 1-0-2 уже Счет у Брюмастера Так что здесь он Весьма-весьма полезен Что ж Приключимся уже Наконец-таки на Нетворсы На Энчантрас Мы пока что еще не смотрели На верхнюю линию Мы в принципе с вами Особо внимания не обращали Но вот на верхней линии Как раз таки стоял Тот самый Брюмастер Стоял он против Энчи И у Энчи пока что Все очень хорошо Есть 4 тысячи Единицы золота Ну и С чем же это связано В общем вопрос Ну связано это с тем Что Крипов добивало Абсолютно спокойно Да Фантом Ассасин Миссии пока что работают Импетус правда летит Ой-ой-ой Не долетел последний Импетус По Фантом Ассасин В итоге получается Здесь сделать Минус 2 Команды Пента Спортс Ну слишком далеко зашли Игроки команды Кингуин Все-таки Найн Прилетел Найн конечно же Помог своим тиммейтам Ну и сам сейчас тоже Немного золота С верхней линии Для себя Вытащит Да Проюзан Кстати говоря Был третий скилл От Дроу Рейнджер Активная Скажем так Активный атрибут Ее ауры Ну и линии Немножечко пропушились Правда ничего не упало Но с другой стороны Все равно неприятно Да Ну и ниша Потихонечку тут подкоцывает Уже Тир-1 табр На мидл линии Винтер Вивиатт Продолжает себе Собирать артефакты На урон Будет Уже достаточно скоро У нее фызы После чего Ниша решил сделать Мом Интересная заготовка Действительно Просто стреляет На Чуть ли не на Отдаленный экран А здесь Винтер Виверна Так что Смотрится Это Конечно Круто Так Ну и РМН РМН Улетает На нижнюю линию Будет пытаться Прямо сейчас Все таки Помогать Своим тиммейтам Ну и Помощь здесь даже Не потребовалась Просто-напросто взяли И забрали Рубика В этом эпизоде Можно будет даже Попытаться сломать Тир-1 табр В ближайшее время Хотя с другой стороны Большого количества Дэмэджа по нему Сейчас не будет Ну Посмотрим Что из этого Опять же может Получиться На миддл линии Все таки Продолжается Подпуш От Кингвин Ну и Тир-1 табр Просел Тут уже Весьма знатно Правда Прилетает Найн Найн Уже с тревелами Ну и Может себе позволить Немного Эти линии Отпушить Имеется уже Соответственно Марши Третьего уровня У Тинкера Фармить Он абсолютно Спокойно Уже Эту карту Может Можно будет Даже придумать Ему Какие-то Не факт Что здесь игра Будет строиться Все таки Сугубо От Тинкера Наверняка Все таки Оливеру Будут пытаться Обеспечивать Спокойную жизнь Энчантрас Просто Рейдбосс Сейчас для команды Пента Спортс Припрыгивает Фантома Ассасин Криты пока что Не работают Но вот он Крит И Энчантрас Отправляется В таверну Прямо сейчас Двенадцатая Минута игры Пошла Счет 4-8 Пента Все таки Врывается Вперед Ну и по золоту Они тоже лидируют Уже около Тысячи Единиц Не то чтобы Это было много Но с другой стороны Все таки Опять же Как-никак Приятно Слардер Сделался Транквилы Давайте вообще Пройдемся По артефактам У обеих команд Огрмаг Пока что Имеет только Лишь ботинок Есть у него Конечно же В кармане Смоук Рубик Уже Есть аркейн Буцы Кстати говоря Прямо сейчас Мог поднять На реакции Буги Буги Проблемы Буги Будет пытаться Прямо сейчас Что-нибудь сделать Но ничего Тут особо не поделаешь Потому что Ультимативной Нету Так бы разложился И попытался Сейчас выжить Но С другой стороны Его поймали И здесь даже Блинк никакой Сделать было невозможно Команда Пента Спортс Все таки Немного Сейчас ошибается Но то что Команда Тут Буги Налично ошибся Пошел Немного Не в ту сторону Блинканулся Куда-то В лес Без Ультимативной Ну и конечно За эту ошибку Его наказали Нижнюю башню Сил света Атакуют Тебл Демич Фномасайс на данный момент Уже имеет Медальку Будет делать Ой-ой-ой-ой Какой же Интересный Билд получается Для фантомочки Так Патоса Пытается убить Пытается убить Очень быстро Не успевает Отрегениться Врывается сюда Еще и Буги Буги Провязал Все таки Свой стомп Рубика Получается Забрать Элизаш Также отправляется В таверну Приходит сюда Уже Под самый конец Драки Ниша Дензи Очень сильно Проседает Ай-яй-яй Как же сейчас Больно ему было Отправился в таверну Ниша все таки Под минус армором Наносит невероятное Количество урона Но отправляется в таверну Ровно так же Как сейчас за ним Отправится и Персонаж первой позиции На этой карте Для команды Кингвин Трипл килл Для Овера Господи Для Овера Для Оливера Конечно же Ну и Тимвайп От команды Пента Спортс На 13 минуте игры Слишком самонадеянно Отыграли Кингвин Действительно Здесь можно было бы Придумать что-то Более Интересное Более Наверное Правильное Более осторожное Ну посмотрим Опять же Возможно Все таки учтут Сейчас свои ошибки И будут пытаться На второй карте В конце концов Отыгрывать Друзья Ну и Как мы видим Все таки Сегодня билет У этого турнира Уже есть Так что Вы можете по лепесткам На которые я сейчас указываю Своим курсором Наблюдать за тем Все таки Кто же Какой счет сейчас имеется По этому Бест оф три Противостоянию Ну и Стоит Стоит этим пользоваться А не постоянно писать чат Какой же счет Какая это карта И тому подобные вещи Так ну и готовится Выход от Кингвин Будут пытаться Дефт все таки Свой Тирадин Тавр Будут пытаться В крайнем случае Его динаить Винтер Виверна Под замедлением Праймал Сприт пошел Уже от Брюмастера Будут пытаться Все таки убивать Нишу Ниша Влетает ракетка Дальше за ним погоня РМНа подняли РМН будет пытаться Прямо сейчас станет Кейсера Кейсер уже здесь Скорее всего не желез Правда РМН РМН отправляет в Таверну Как никак Импетус там взлетает Очень больно Буги все таки разобрался С Нишей Буги Брюмастер Делает отсюда ТП-аут Успеет Ли успевает Улететь прямо на последнем тике Ну и в принципе Его на базе уже Дожечь Ничего не может Рубик там правда Чуть не сгорел Об Машинке Тинкера Но с другой стороны Все равно остался в живых Ну и Очень даже Неплохо так в этом Файте на себя Поднабайтил Ну не то чтобы это был байт Просто там Самую малость Не хватило демеджа Для того чтобы убить В итоге Фантомка там умерла Если я не ошибаюсь Первый раз вообще за эту игру Или не Фантома Ассасин По-моему кто-то другой был Раскидывает тут Потос С помощью своих Дикокрылов Потрошителей Ураганы Но И очень больно приходится Фантома Ассасин На данный момент РМН Не успевает Все таки Сбить телепорт Ну и Кейцер Все же улетает К себе под фонтан Ну а команда Пента Спорс Уже начинает потихонечку Подпушивать Родин Тавр В принципе его прямо сейчас Уже можно будет И доломать Задефить его будет невозможно На верхней линии Тоже опять же Тут особо не посплитпушишь Тинкер Рисковал сейчас умереть Там Ампетус еще один Влетел бы И наверняка Все таки Найн бы отправился В таверну Но вовремя Проюзанный Лайзер Спасает его В этом эпизоде Ну и Найн может себе позволить Абсолютно спокойно Сейчас депортироваться На любую линию Но не сюда Тинкер Ай-яй-яй Какая же ошибка Конечно ночь Конечно не было там видно Винтер Виверну Возможно не было видно Огран Но с другой стороны Телепортировался он На троих персонажей Оппонента И здесь Получилось по нему Выдать моментальный дэмэж После телепорта Конечно же Не ожидал такого Наверняка Найн Найн все таки Планировал Отсюда Ублинковаться На своем блинкдагере Который у него Не так давно появился Ну и на самом деле Тайминги весьма Весьма неплохи Для Тинкера На 17 минуте Блинкдагер В принципе это Достойно уважения 7000 нетверса На данный момент У него имеется Отстает от него Прям совсем-совсем Чуть-чуть Даже не отстает Уже энчантрос Ну и фантомасасин Там прям пятки Уже грызет Это энче Не пятки А копыта Ну не суть важно Соответственно пока что Все здесь На этой карте Складывается Наверное Немного Чуть в пользу Команды Пентаспорт Ну и вот В пике С Дроу Рейнджер Все еще не получается Особо-таки Сносить ТВРА У команды Кингвин Ну и демеджи Как мы видим Тоже прибавляется Не так-то уж и много Ну прибавляется Немало в принципе Но с другой стороны Пентаспорт Смогут драться Против этого пика Походит на то Что Пента Все-таки Сможет Забрать первую карту Этого Бест оф Три Ну и придется Отыгрываться Тем же самым Кингвин Уже на второй Варды кстати говоря Достаточно агрессивные Расставлены от Пентаспортс Оба уже будут Очень скоро падать Силы света Используют Сканирование Ну и вот такой вот Вард Опять же На половине Пенты Стоит от Кингвин Так ну и Найн Собирается сделать Секаю 500 единиц золота Стоит рецепт Ну и в принципе 500 единиц золота Ему примерно И не хватает Для того чтобы Получить этот артефакт Ну и в принципе Бустит он Тинкера Достаточно неплохо Если я не ошибаюсь Не то чтобы прям Какой-то критический буст Но с другой стороны Смотрится прям таки Очень хорошо Да увеличивает 10% урона От способностей И с догоном Смотрится весьма И весьма круто Причем плюс 16 К интеллекту Это еще определенный Процент Дополнительного урона От магических Как раз таки От способностей Вообще абсолютно От любых И чистый урон От лазера Если я не ошибаюсь Увеличивается В принципе смотрится Очень-очень круто Да Ну с другой стороны Можно будет Сделать себе Какой-нибудь гони Можно будет Взять Еще и Эзерленз После этого Тинкеру Тогда там Вообще Немало дэмэджа Конечно будет уже Буститься Причем интеллекта Достаточно немало Даст С маной проблем У этого тинкера Явно не будет Три А то и четыре Прокаста Он в файте давать Будет абсолютно спокойно Буги Пытался сделать телепорт Пытался сделать телепорт Куда Пока что вопрос Такое ощущение Что это был Мисклик Ну приходится уже Пешочком бежать Бегут Кстати говоря Под смоуком Ну наверное Это более Все-таки Сейвово Меньше информации Они дают Своим оппонентам О своих передвижениях По карте Но есть Огр Огр Который не соло Но все-таки Огр Элизаж На Огре Исполняет И он может попытаться Сейчас просто-напросто Либо сам умереть От этого смоука Не дать его Реализовать на все 100% Либо просто-напросто Раздревелить его Вот сейчас Кстати говоря Увидели все-таки Слардара Ну и Тянзи Вынужден Самой малость отойти Спрятаться в леса Ну и готовиться Если вдруг что Влететь Опять же На своих оппонентов Ну пока что Пента Абсолютно все правильно Делает В принципе ломает Тавр Не дает возможности Тут хорошо ворваться На ту же самую Фантомку Потому что если ты прыгаешь На фантомку В тебя сразу же Впрыгивает Слардар Ну и по позиционке Вообще абсолютно Никаких претензий Сейчас к коллективу Пента Спортс Не имеется Экзотик Дир Пытается выносить себе Хотя бы какое-то золото На этой карте 7000 у него На данный момент Имеется Это столько Сколько у Тинкера Было минут Минуты 4 назад Соответственно Ой-ой-ой Здесь смогли Все-таки Разобрать Энчантрас Загулял Загулял немножечко Прямо под своим Хэгграундом У нас Потос Ну и 9-16 Счет 21-ая минута игры Уже пошла Соответственно 3000 преимуществ По золоту На данный момент За командой Пента Ну и вот такие вот Графики у нас Не особо таки крутые Правда сейчас Золото График по золоту Уже приближается К 4-ом А то и 5000 5000 уже имеется Преимущество За командой Пента Спортс Тинкер Все-таки умирает Наверху Экзотик Дир Смог его разобрать Ну был Сайленс Был Сайленс Дроу Рейнджер Там уже абсолютно Ничего Тинкер Сделать не мог Соответственно Сайленс Против Тинкера Работает Очень-очень хорошо Ну и то количество Дамеджа Которое Дроу Рейнджер Вписала по нему Тоже В принципе Сделало ему Достаточно Больно Так Ну и Потос 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 Просто очередной раз Подставился Да конечно Там была возможность Сейчас ворваться Там по троим Попытаться что-то сделать Но с другой стороны На чем врываться По троим Разве только лишь Что прокастовать Винтерскерс Но Винтерскерс Был на верхней линии Тут Ниша Пытался Я так понимаю Поймать Либо курьера Либо все-таки Готов подпушить Мидл линию Ну и Винтер Виверна Все-таки Вкачался Плюс 50 к урону Очень немало Дамеджа Выдает с руки Но сейчас Это Не так сильно Смотрится Причем Умирает Еще и Рубик Вместе с Огром Я просто уже Пропускаю эти фраги Потому что Я совершенно не понимаю Зачем Кингвин пытается Там драться Вот таким образом Или Как сильно Как классно Их цепляют Пентаспортс Ну с другой стороны Все-таки Здесь нечем Особо-таки Круто цеплять Здесь просто Напросто Есть ошибки От команды Кингвин Напомню Что это Бывшие сингулярити Они же Летс дует Они же Насколько я помню Ммм Да В принципе Сингулярити И летс дует Только лишь Вроде как Других тегов У них не было И Диан Зи Просто Летает Просто Летает Здесь По Реке Кстати говоря Нету Тут уже Таланта На увеличение Скорости Это просто Напросто Уже Я так понимаю Просто В спринт Внесли Да Если бежать Быстрее Да На четвертом уровне На четвертом уровне Способности Со скоростью 700 бегает По речке Это прям Очень быстро Ну и Слардара Бустит Неимоверно Все таки Очень важно Этому герою Быстро Перемещаться По карте Находить В нужный момент Для себя Применение Верхнюю башню Сил света Ну да Друзья Тут прилетела Информация Что Не только Лишь эти матчи Ждут меня И вас Сегодня вечером Так же Еще и Американцами Мы с вами Посмотрим Наверняка Это будет На каком-то Другом канале Ну и Комментировать будем Вместе с Милой Итак Тир-1 тавр На верхней линии Все таки падают У команды Кингвин Пента Спортс Продолжают Подпушивать В принципе Пушить они могут Абсолютно спокойно Как никак Есть фантомка У которой есть Солар Крест Фантомка Которая опять же Сделала себе Дезолятор Ну и Аигис Так же У Оливера Здесь имеется Так же Вангуар Для Фантома Ассасин В принципе Собрались Очень классно И против Краски Пика С Дроу Рейнджер Все эти артефакты Смотрятся очень Даже неплохо Конечно же Поднял Кого не может Буги 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 просто Ублинковался Назад Ну и Оливера Конечно будут Преследовать Оливера Будут пытаться Убить Это все таки Лакомый кусочек Для команды Кингвин Ой-ой-ой Экзотик Дир Добивает Точнее пытается Сейчас добить Хоть кого-нибудь Добивает все таки Буги Буги подняли Кейцер Не успел Прокастовать Спуститель Кинес Отчасти это связано С тем что Как раз таки Всего лишь Одиннадцатый уровень У Рубика Сейчас имеется Но с другой стороны Это всего лишь Двадцать шестая Минута игры Извиняюсь Двадцать седьмая Ну и Обычно у саппортов Четвертой Пятой позиции Не то чтобы По левлу Все было Очень хорошо Да Ну это Рубик Четвертой позиции Соответственно Саппорт пятой позиции Для команды Кингвин Это Элисаж Это Огрмак Ну и ниш Настреливает Просто с какой-то Неимоверной скоростью Атаки Сейчас На своем интервью Верни Причем Манки Кинг Бар Смотрится Действительно Очень круто На этом Персонаже Шестьдесят Процентов Точнее Как раз таки Семьдесят пять Процентов На срабатывание Дополнительного Урона Шестьдесят Дополнительного Урона Причем чистого Дается С помощью Манки Кинг Бара Очень неплохо Очень хорошо Все это смотрится Ну и ниша Под Бладластом Продолжает Здесь настреливать По лесным Крипам Пока что Ну и не все Потеряно Для Кингвин С такими Артефактами Можно будет И продолжать Драться в свою Пользу Все таки На хейграунде Как мы видели Получается У них Наносить Достаточное Количество Дэмэджа По фантому Асайсен Ну и вот Сейчас уже Фантомку Конечно Будет убивать Намного Легче Как-никак С МКБ Дэмэджа Будет влетать Весьма Весьма Не мало Да Давайте вообще Посмотрим На все Артефакты Которые На данный момент Имеются У команды Кингвин Как-никак Именно От Правильного Айтем Билда Возможно Здесь будет Зависеть Победа Этого коллектива В первой карте Возможно Во второй карте Данного Бест оф три Противостояния Ну и Десять тысяч Преимущества По золоту На данный момент Имеется За Пентаспортс Это тридцатая Минута игры И в принципе Не то чтобы Это было Прям как-то Очень много Но с другой стороны Это и не мало Это все-таки Преимущество Которое Тоже требуется Отыграть На этой карте Команде Кингвин Для того чтобы Все же Чуть более уверенно Себя на ней чувствовать Итак ДНЗ Продолжает Пока что Отпушивать здесь Крипов Тинкер Откидывается машинками Причем Откидывается Очень саевого Ну и причем Тинкер Все-таки Сделал себе Аганим После Каи Не стал Делать себе Эзерленз Правда Эзерленз Сейчас уже Появится Очень скоро Ну и Линза Пробусти его Опять же Весьма-весьма Не слабо Да Появится Прямо сейчас Потому что Золота уже У него хватает Для того чтобы Приобрести себе Энердж бустер Он просто-напросто Уже летит И вот они Вот оно Соответственно 250 единиц К дальности Способностей Кесер Отправляется В таверну Тем временем Просто-напросто Его разорвали Здесь буквально С одного крита Сейчас упал Рубик Элизаж Тоже под минус армором Отправляется В таверну Уже превосходит Богов просто Оливер Один раз Его лишь умер На этой карте 11-1-8 У него счет Ну и Нишу тут Тоже должны забрать Ниша Отправляется В таверну Как-никак От чистого дэмэджа Здесь Колба не спасает Ни в коем случае Потоса Тоже здесь будут убивать И такое ощущение Что скоро будет прописано ГГ на этой карте Потому что Минус 4 сейчас Абсолютно без размена Для команды Кингвин Сделали Пентаспорт Ну и Тир-2 тавр Пока что Все еще стоит У Кингвин Конечно же Все-таки Тир-2 Они забирают Ну и На Тир-3 тавр Тоже уже Готовятся Готовятся Все-таки Покуситься Центральную башню Сил света Атакуют Так Работают Диаболики Тир-3 тавр Потихонечку Падает Причем Даже совсем Не потихонечку Падает Очень быстро Центральные казармы Сил света Атакуют Ну и Решили отойти Решили отойти Пентаспорт Решили все-таки Забрать Аегис Перед тем Как заходить Очередной раз На хейграунд Возможно Удастся еще раз Вот так вот Удачно подраться В принципе Рошан будет Подать очень быстро Как никак Есть Фантом Ассасин Есть Солар Крест Есть уже и Ацлардар ультимативная Второго уровня Так что Конечно брони Сейчас этому Рошану Разбревают Весьма Весьма немало Тинзи может Просто-напросто Сейчас на своих Семьсот Но спида Пробежаться И спалить Руну Дабл Дэмэджа Которую было бы Неплохо отдать Ольверу Ну и Сыр В этом эпизоде Для кого Сыр как раз Для Брюмастера Получается Ну а Фантом Ассасин Забрала себя Аегис Как-никак Все-таки требуется Жить подольше Этому герою Тридцать вторая Минута игры Тем не менее Так Телепорт от Тинкера Раскидывается Смоук Смоук Который Все-таки Не было видно Сейчас команде Кингвин Но если сейчас Под Смоуком Просто получится Удачно начать драку То будет прям Вот очень Очень-очень Круто Правда Понимает наверняка Прекрасно Сейчас вся команда Кингвин Что здесь происходит И кто же кого встретит Выходит все-таки В Шедлблейде Дроу Рейнджер Ниша Начинает уже настреливать По Оливеру Оливер пока что Проседает по ХП Не так-то уж и сильно Но все-таки Достаточно бодро Начинают пробивать Все-таки бараки Бараки сломать Сейчас это в первую очередь Важно Сломали ближний барак Пытаются здесь драться Все-таки С воином земли Сейчас игроки Команды Пентаспортс Убивают Все-таки Брюмастера Брюмастер Все-таки успевает Каким-то образом Выжить Да, остается Последний У него Последний Спирит Ну и последний Спирит Все-таки В инвизии Я так понимаю Там бегал Так Настреливает По Дензи Дензи все-таки Отправился Но Оливер Просто не оставляет Вопросов Для этой карты Потому что Врывается в фантомку Абсолютно Точнее не фантомка Извиняюсь Дроу Рейнджер И просто взрывает Ее за пару секунд Превосходит Богов Оливер Очередной раз Продлевает свой Винстрик Ну и Гудгейм Веллплейд Пентаспорт Все-таки забирает Первую карту Данного Бест оф три Противостояния Ну и Конечно Здесь уже Кингвин Могли бы Наверное Даже чуть пораньше Это все прописать Но с другой стороны Друзья Мы с вами Сейчас уходим На небольшую Рекламную музыкальную паузу После которой Будем смотреть За вторым И возможно Точнее за второй И возможно За третьей картой Данного Бест оф три Напомню Что для вас Комментировал Люмисит Сети То бишь На мой паблик Вконтакте На мой твиттер Собака Люм1 Сид Ну и Конечно же Ссылка на все Дело будет В описании Хотел сказать Не в описании И безусловно В чате Да Друзья Послушаем Немного музыки Спасибо за субтитры